Друзья, привет! В этом видео мы расскажем о самых популярных блоках со стопором, которые используются при нырянии в глубину и устанавливаются на буйки, и через которые проходит трос, по которому мы ныряем в глубину. Рассказывать я об этом буду на примере блоков от компании Octopus и компании Molchanovs. Апнеа Клаб Горький представляет Итак, друзья, вообще для чего нужна такая штука? Дело в том, что когда мы ныряем на глубину, иногда, а иногда и очень часто, нам нужно менять глубину нашего троса. Кому-то нужна глубина 15 метров, кому-то 20, кому-то 50. И мы не можем студенту, который ныряет неглубоко, поставить так же 50 метров, как для себя или для другого студента, и сказать, ну, ты ныряй 15 метров, а там будет стоять 50 метров. Так делать, конечно же, не нужно. В этой связи приходится достаточно часто менять глубину троса. И именно для этого, наверное, где-то лет 5 или 6 назад, начали использовать такие устройства, которые в простонародье называются качельки, и с помощью которых менять глубину троса достаточно просто. У нас здесь представлены две модели от компании Octopus и модели от компании Malchanos 4-го поколения, сделаны совсем недавно. Итак, как это все работает? Например, на качельках Malchanos даже есть инструкция, как это все делается. Качелька своим ушком прикрепляется к буйку и висит вот в таком положении. Через нее мы пропускаем трос и опускаем на дно. Качелька встает вот в такое рабочее положение. Здесь есть специальный стопор. И когда качелька принимает вот такое положение, трос ее натягивает и сам себя зажимает. Пока мы эту качельку не трогаем, трос надежно зажат и глубина его не изменится. Если нам вдруг нужно опустить трос ниже, то мы нажимаем на качельку, трос освобождается и начинает опускаться глубже. У Octopus принцип действия примерно такой же. Тут вот более агрессивный такой зацеп. Но Malchanos тоже очень хорошо все зажимает. Также блок висит на буйке. Под тяжестью троса он принимает вот такое положение. И трос сам здесь зажимается и надежно удерживается в этом положении. Если нам нужно изменить глубину, то мы также нажимаем вот сюда вот пальцами. Трос освобождается отсюда и опускается. Ролики хорошо крутятся. Что здесь? Что здесь? Давайте немножко поговорим про цены таких изделий и что где лучше использовать. Начнем с самого маленького блока от компании Octopus. Это классическая модель, так и называется Octopus Classic. Цена такого блока примерно 4000 рублей. Ну, самая, скажем так, базовая модель. Подходит не для каждой толщины троса. Скорее даже подходит для тонких тросов до 10 миллиметров. Ну, скажем так, вот 8-9. На больший трос я бы его ставить не стал, потому что трос будет здесь задевать за стенки блока. Крутиться он будет не очень хорошо. Пользоваться им будет не очень удобно. Но если у вас трос не толстый и ныряете вы не очень глубоко, ну, например, трос у вас 20-30 метров, то такого блока вам будет вполне достаточно. И не обязательно переплачивать, покупать какую-то дорогую модель. Поехали дальше. Блок от компании Octopus размера XL. Он уже подходит практически для любых тросов. 10-11 миллиметров будет нормально работать. Как вы видите, конечно, он гораздо больше. Пользоваться им поудобней. Ну, вот, в руке лежит, что называется, комфортно. Сам я лично пользуюсь именно вот таким блоком. Его цена где-то 5,5 тысяч рублей. Мне нравится, как он работает. Не знаю, никаких претензий к тому, что им тяжело вытягивать трос или что-то подобное. Ну, ничего такого нет. На своих нырялках мы, как правило, используем трос до 50 метров. И достаточно тяжелый донный груз. Потому что ныряем мы, как правило, в пресной воде и не очень теплый. И донные грузы у нас тяжелые. Но даже с такими параметрами использовать такой блок вполне приемлемо и комфортно. Соответственно, если вам нужен блок, но, может быть, не хочется переплачивать там или еще что-то такое, то вот хорошая модель Octopus XL будет вполне хорошо работать. И, друзья, самая, пожалуй, топовая модель блока. Четвертое поколение блока от компании Молчановс. Переработанная. Молчановс сделает блоки с 2016 года. Постоянно усовершенствует конструкцию. Как вы видите, по сравнению с блоками Octopus, это такая очень массивная штуковина. По весу, надо сказать, не тяжелее, чем, например, вот эта. Но выглядит больше и массивней. Она сделана в основном из алюминия. Стенки алюминиевые. Сам вот этот подвес тоже алюминиевый. Ролики сделаны из какого-то полимерного материала. Хорошо крутится. Возможно, даже там есть подшипники. Не знаю, не разбирал. Но крутится хорошо, приятно. Массивная ручка, да, как вы видите. Можно прям всей рукой взять и нажать. Интересный дизайн, красивый цвет. В целом все, как всегда, у компании Молчановс тоже качественно, красиво, стильно и технологично. Единственный, пожалуй, у него недостаток, у данных качелей, это цена. Стоит он 7000 рублей. Может быть, там со скидками как-то, если получится, то имеет смысл вот такую вещь брать. Либо, если вы глубинный инструктор, у вас много студентов с разными глубинами, то, конечно, наверное, стоит рассматривать покупку качелей Молчановс. Это будет, ну, скажем так, бескомпромиссным приобретением. Пользоваться ими точно будет комфортно, удобно, надежно. Кстати, эти качели рассчитаны практически на любой диаметр троса. Заявлено, что качель хорошо работает с тросом до 12 мм. Вот, друзья, это, пожалуй, все, что хотелось рассказать вам о блоках со стопором, или, как в прошлом народе говорят, качельках для фридайвинга. Если хотите приобрести какие-то из этих моделей, можете обращаться к нам в клуб. Мы часто делаем закупки у производителей снаряжения, и обычно у нас получается заказать это с хорошими скидками, которые мы потом транслируем и своим друзьям, студентам. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот, и до встречи на нырялках.